Спасибо, что вы сегодня с нами. У нас февральский Creative Mornings. Кто с нами в первый раз? Буквально два предложения. Creative Mornings — это глобальное движение, проходит в 188 городах мира. Мы встречаем это раз в месяц. Это обязательно последние пятницы месяца и обязательно утро. Я понимаю, как это сложно для одежды, но в основном это работает. И каждый месяц мы обсуждаем определенную тему. Тема февраля — симметрия. Мы долго с командой совещались, кто же должен раскрывать эту тему. И на самом деле спикера нам подсказали наши партнеры, ребята, которые снимают для нас видео «100 одесситов». Спасибо вам. И про симметрию сегодня будет говорить Егор Воловский. Егор, уже слово. Доброе утро. На самом деле это, наверное, мой личный рекорд по выступлениям. Обычно это либо формат бизнес-ланча, либо такого позднего-позднего консалтинга. Мы привыкли рассказывать вещи более прикладные, про то, как строится работа с дизайнерами, про то, как происходит креативный процесс, как отличить хороший дизайн от плохого. Сегодня у нас такая довольно необычная философская тема для такого раннего часа дня — это симметрия. Очень коротко расскажу про себя. Меня зовут Егор Воловский. Как написано, я один из управляющих NextPage. Мы дизайн-агентство. Если очень сильно упростить то, что мы делаем, мы помогаем компаниям и продуктам адаптироваться к реалиям современности и будущего. В основе нашей философии лежит то, что маркетинг сейчас очень быстро меняется, намного быстрее, чем менялся 5 или 10 или 15 лет тому. Поэтому любому бизнесу, продуктам, социальным проектам, государственным органам нужно быстрее к нему адаптироваться. И именно это и мы помогаем делать при помощи дизайна. Графического дизайна, веб-дизайна, UI, UX. И симметрия является одним из приемов, одним из принципов, которые должен знать каждый дизайнер, который помогает переосмысливать продукт, переосмысливать то, как выглядит компания. И было бы здорово сегодня поговорить с вами немножко с такой философской точки зрения об этом понятии. В самом начале, может быть, слово само по себе знакомое еще с самого-самого детства. То есть вряд ли кто-то знал его при рождении, но в какой-то момент раннего-раннего детства вы пришли и сказали там, папа или мама, что такое асимметрия, что такое асимметричный? А вот как каждый из вас вообще понимает это понятие? Подскажите мне. Ну, потому что это ровное с двух сторон. Окей. Кординат. А с трех, может быть? Ну, да, да. Совсем нехонечисто. Да. Это уравновешенное. Уравновешенное. Это нити из близких и подобия какого-нибудь этого объекта, подобия в приложении к этим изменениям, динамике. Да, это на самом деле такой самый близкий к научному ответ, потому что симметрия в таком академическом определении это свойство объекта быть подобным самому себе, то есть повторять какие-то части, которые в нем же содержатся. Это очень привычное для нас понятие, поэтому нам сложно иногда его как-то вычленить из реальности, как-то сказать, что это на самом деле есть, потому что мы на самом деле довольно сильно к нему привыкли. Прекрати, прекрати. Мы очень часто видим симметрию, настолько часто, что, наверное, иногда мы даже перестаем придавать этому значение. А симметрию можно увидеть в крыльях бабочки, которые идеально повторяют друг друга, в вот этом замечательном овоще, в фрактальной капусте, да, вот такое самое, наверное, психоделическое, что растет на деревьях. Снежинки, мы не видим их вот очень близко, мы не рассматриваем их под микроскопом, но с самого раннего детства, когда мы вырезаем из бумаги сложенные такие свертки, да, мы их делаем вот в такой симметричной подобной форме. Мы даже специально их загибаем, ну, если кто-то делал на Новый год, для того, чтобы они были симметричные, для того, чтобы они были подобные себе. В архитектуре очень долго думал, какую фотку ставить, Эйфелева башня или Тадж-Махал, но принцип всем понятен. В дикой природе примеров очень много. Если вот взять любое фронтальное изображение животного, мы поймем, насколько симметричен сама структура тела, насколько симметричен окрас. Намного более симметрично, чем у людей. Был такой интересный эксперимент, фотограф брал и фотографировал человека, затем отделял в фотошопе часть лица, правую и левую. И то, что нам казалось симметричным, на деле оказывалось, вот если совместить левую часть и отзеркалить левую направо, и сделать то же самое с правой, и поставить рядом, то получается практически два разных человека. То есть человеческое лицо на самом деле не так подобно, не так симметрично, как мы привыкли думать. И, конечно же, симметрия присутствует в том, что человек создает в рамках культуры. В геральдике, в логотипах, в каких-то образах, которые мы синтезируем. На самом деле этот принцип, который называется биомимикрия, потому что то, что создают люди, оно обычно наиболее эффективно, когда человек берет образы, существующие в природе. Поэтому принципы симметрии, они как-то бессознательно мигрируют в сознание дизайнеров, дизайнеров, архитекторов, тех, кто проектирует любого рода вещи. То есть вот такой хороший пример – это японский bullet train, который вообще изначально, его принцип строения был взят у… Я точно не скажу название птицы, но есть птицы, которые… Это вот близко к воробью, который своим клювом достает из воды добычу. Небольшая птица, но аэродинамика клюва, она наиболее пробивная к веществу, которое имеет другую плотность. И это было использовано проектировщиками, продукт-дизайнерами, которые строили вот этот поезд, который едет на 300 с чем-то километров в час. То же самое происходит с симметрией. Мы видим законы природы, и мы пытаемся их адаптировать, потому что мы понимаем, что в этом есть какой-то универсальный смысл, в этом есть какой-то универсальный принцип. Так что ж такое? На самом деле у симметрии действительно есть очень необычное влияние на наше восприятие. Может быть, вы мне подскажете, как у вас симметричные объекты, что-то, что находится в таком вподобии, в равновесии, как оно заставляет вас чувствовать, если вы видите что-то симметричное? Ну, допустим, вы видите какой-то геометрический узор, или вы видите, например, там упорядоченность. Гармонизация. Гармонизация. Если совсем упростить симметричное, то правильно. Симметричное – это правильно. И если этот объект очень скучно? Скучно. Он прям восхищает, что он снова повторит, что такой сложный структурный. В принципе, я думаю, что мы все сейчас описали разными словами разные стороны одного и того же ощущения. Симметрия приносит универсальное ощущение баланса и покоя. Когда мы видим симметричные объекты, у нас не возникает излишнего раздражения. И симметрию визуальную очень часто используют в культурных, в религиозных мотивах. Если мы посмотрим, например, на витражи в католических храмах, они очень симметричные, они очень подобные сами себе. Если мы посмотрим на арабские узоры, мы тоже будем видеть эту геометрику. Фарфор, кафель, не знаю, как правильно называется материал, которым выкладываются в мечетях, например, потолки, полы, они очень геометричные. Если мы посмотрим на мандулу, мы видим ту же самую историю. Это подобие. И в больших-больших масштабах это вызывает у людей, вместе со всем контекстом, который происходит во время религиозных риатолов, очень большое ощущение умиротворения, правильности, универсальности. Это помогает подкрепить чувство того, что все идет каким-то очень природным путем. Если очень сильно упростить, то симметрия – это равнозначность элементов. Когда мы видим какую-то любую систему, будь это какой-то сложный механизм или будь это бабочка, мы видим, что если части на разных половинах равнозначны, если они имеют один размер, один цвет, один вес, одну форму, мы понимаем, что их значения одинаковые. Если мы посмотрим, например, на вот эти три ряда и эти три ряда с высоты рассадки, мы не увидим никакой разницы. Мы поймем, что роль зрителя на мероприятии, роль участника равнозначна. Мы, конечно, можем быть все очень разными людьми. Здесь может сидеть SEO мультимиллионной компании и студент. Но с точки зрения того, как поставлены места ивент-менеджерам, эти элементы будут равнозначны. В то же время, если мы посмотрим на сцену, то есть на вот этот отрезок, который является сценой по отношению к сидячим местам, мы увидим, что это асимметрично. Мы увидим, что то, что здесь происходит, не является равным по роли. И действительно, мы будем правы, потому что баланс между зрителями и спикером всегда нарушен. Потому что внимание обращено в одну сторону. И это тоже является асимметрией. Многие говорят, что асимметрия – это вид симметрии. На самом деле это не совсем так. Асимметрия – это либо умышленное, либо неумышленное нарушение этого принципа. Это происходит либо специально, либо это происходит каким-то более природным путем. Но мы видим, что в некоторых системах один из элементов важнее. Больше, меньше, тяжелее, легче, имеет какой-то другой запах, вид, значение. И это вызывает асимметрию. Асимметрия – это то, что не вызывает ощущение такой умиротворенности. Автоматически, если мы посмотрим на предыдущий слайд, мы увидим, что все эти объекты одинаковы. То есть это какой-то условный диаметр, который мы можем назвать x. И мы видим, что здесь 5x. Наша память устроена таким образом, что похожие элементы мы укладываем в один шаблон. Мы видим, что этот круг имеет определенный цвет. Мы запоминаем, какой именно цвет. И это занимает какое-то количество бит или байт информации. Если у нас появляются объекты двух типов, нам нужно немножко более напрячься. И именно то, что нам нужно немножко больше памяти, нам нужно немножко больше внимания, вызывает вот это вот ощущение небольшого либо раздражения, либо большего тонуса. И чем больше эти объекты будут отличаться в рамках вроде бы симметричной системы, тем больше это для нас будет какой-то эмоциональный контраст. Это то, чем пользуются в архитектуре, это то, чем пользуются в графическом дизайне, если нам нужно намеренно выделить какой-либо из объектов. Дизайнеры по-разному взаимодействуют с эмоциональной шкалой в зависимости от какой-то бизнес-задачи, в зависимости от того, что необходимо сделать в рамках какого-то креативного проекта. Нужно либо умиротворять человека, поддерживать его спокойствие, поддерживать его равновесие, ментальный баланс, либо, наоборот, нужно его двигать вверх по эмоциональной шкале, чтобы он был более в тонусе, чтобы он как-то немножко раздражался, управлять его вниманием. Это то, что, например, происходит в брутализме, очень популярный сейчас жанр как в графическом дизайне, так и в видеорекламе. Это попытка очень сильно выдернуть человека из того состояния, в котором он находится. То есть там, где вся асимметрия поломана вообще насквозь. Асимметрия позволяет наши извилины немножко быстрее шевелиться. То есть в зависимости от того, насколько сильно работает у нас абстрактное мышление, мы начинаем задумываться о том, если бы эти кружки были объемными, если бы они были шариками, например, и у нас дул бы ветер с фронта, то вот какие-то физические процессы здесь, были бы ли они равны здесь. Вот этот интервал, он такой же, как здесь, либо он какой-то другой, либо это оптическая иллюзия. Здесь таких мыслей не возникает, потому что мы видим, что эта симметричная система, она находится в равновесии и в балансе. Здесь наш внутренний баланс мыслей немножко нарушается. Это те принципы, которые на самом деле используются многими дизайнерами несознательно, то есть они не могут полностью сказать, почему, например, композиция смещена вправо, почему, например, у нас слева такой маленький шрифт, а справа такая большая картинка. Но если глубоко-глубоко покопать, становится понятно, что это что-то, что зашито на подкорке. Интересным здесь является то, что симметрия бывает не только визуальной. Визуальная симметрия – это самый простой способ описать это явление, потому что мы привыкли воспринимать мир очень визуально. Но симметрия, как понятие равнозначности, присутствует вообще везде-везде. Есть симметрия в химии, есть симметрия в физике. Существует даже симметрия в психологии. Если мы посмотрим на двух людей, которые общаются, мы можем сказать, что это такая же система, как вот этих вот пять кружков. И в зависимости от того, что они посылают друг к другу, мы можем говорить, это в общении, это симметрично или нет. То есть человек может общаться спокойно, а другой человек может кричать. И это будет вызывать примерно такие же ощущения, если мы будем смотреть на это со стороны, как вот тот большой-большой кружок, только намного интенсивнее. Для того, чтобы понять, почему так происходит, психологи даже выделяли отдельный жанр. Он, если не ошибаюсь, называется транзактный анализ. Это способность разложить человеческую психику на несколько уровней, на уровень взрослого, на уровень родителей, на уровень ребенка, и оценить, вот как происходит диалог между людьми. Он происходит на уровне взрослого, где человек говорит, ты бы хотел чашечку кофе? И его респондент ему говорит, нет, спасибо, я думаю, что я пил много кофе за сегодня. Но также может происходить и асимметрия, когда один человек общается на уровне взрослого и говорит, ты бы хотел чашечку кофе? а другой говорит, почему ты постоянно решаешь за меня, что мне делать, и говорит с ним на уровне ребенка. Тогда у нас, если мы вот так вот три этих кружка выложим сверху вниз, мы видим, что одно общение идет горизонтально, а другое идет по диагонали. Именно в этом будет асимметрия. Поэтому этот принцип, он немножко более глубокий. Мы привыкли думать о том, что симметрия может быть относительно точки, как какая-то мандала или поле чудес, или поле дартс, где сектора отражаются относительно какой-то одной точки, которая выбрана. Мы привыкли к крыльям бабочки, которые симметричны относительно оси. Мы привыкли к каким-либо объектам, домам, эфелевой башни, которые симметричны относительно плоскости какой-то условной. Но измерения на самом деле могут увеличиваться. То есть что-то может быть симметричным относительно какой-то трехмерной величины. Это очень сложно. Это то, что, наверное, понимают физики. То, что дизайнерам вот так вот и креативщикам в 10 утра просто так сложно визуализировать. Но есть понятие суперсимметрии в физике. Я пытался очень правильно сделать подводку к этому. И если я не ошибаюсь, то это принцип симметричности количества материи и энергии, которая может быть из нее получена. То есть это принцип того, что что-то где-то не теряется. Мы можем говорить про симметрию, если мы говорим про какую-то силу упругости. Насколько сила действия, если мы ударим почему-то деревянному, насколько отклик, насколько наш кулак будет пружинить, насколько это будет симметрично. И здесь мы можем судить о том, какая есть функция этого материала. Это очень такие непривычные философские тезисы для выступления, тем более для такого раннего. Но симметрия именно в таком понимании очень применима на практике. Я бы показал несколько примеров из того, что мы в NextPage делаем. Если может быть свет, можно приглушить? В работе дизайнера это один из основных элементов композиции, потому что когда мы объясняем людям, незнакомым с дизайном, на чем вообще строится весь принцип дизайна, как отличить плохой дизайн от хорошего, мы говорим про контраст и композицию. И симметрия это в основном про композицию. Я расскажу про пару примеров. Мы сделали такую не очень обычную вещь. Когда я выступаю на каких-то паблик спикингах, обычно мы показываем то, что уже готово. Мы решили подобрать пару кейсов, которые находятся, как говорят, в пайплайне. Что-то, что мы делаем сейчас, потому что там эти принципы более явные. В одном симметрия, в другом наоборот асимметрия. У нас есть в работе один сайт для британской компании, которая занимается оборонными технологиями. Очень-очень необычный вид услуг. Это калибровка акселерометров, прошивка дронов, различное программное обеспечение, аддоны для GPS-навигации, калибровка каких-то физических гаджетов. То есть не военное железо само по себе, а сопроводительные прошивки, сопроводительные материалы для них. Я сейчас открою лайфсайт. Здесь мы очень много работали над тем, как люди воспринимают информацию. Ниша крайне сложная. То есть это одна из тех вещей, которые человек сложно воспринимает на слух, если ему скажут. Ему придется повторять. И контент, который дал клиент, мы понимали, что он будет довольно сложный для восприятия. Мы понимали, что то, чем занимается компания, необходимо будет объяснить с нескольких проб, с нескольких попыток, и сделать это в виде разных разделов сайта. Мы очень долго продумали, как будет выглядеть Customer Journey и как клиент будет воспринимать информацию. И одной из наших задач, конечно же, было сделать вау-решение, потому что в воронке самой маркетинга этот сайт находится где-то после мероприятий, после личного контакта. То есть это не прямой конвертер, на который загоняют трафик, который приносит лидов. Это дополнительное подкрепление, это способ оценить продукт, который невозможно оценить по фотографиям, который невозможно оценить по видео, потому что многие из проектов находятся под NDA. Это какие-то британские security agencies, которые не могут рассказать, «Да, чуваки, конечно, шарьте, что вы делали для наших машин». Поэтому то, как человек будет оценивать продукт, зависит от визуальных маркетинговых материалов. И это очень большое эмоциональное усиление, которое позволяет человека оторвать от конкурентов. Когда мы работали над навигацией этого сайта, мы понимали, что у нас будет несколько разделов, которые в принципе равнозначны. То есть Science and Technology – это то, как работает подход, в каких сферах работает эта компания. Инжиниринг – это как происходит процесс создания этого программного обеспечения, доработки гаджетов и так далее, и тому подобное. Внутри мы немножко поэкспериментировали и посмотрели, как можно подать информацию, какой будет отклик. Мы будем это все дело замерять с аналитикой, когда сайт будет уже в лайв-режиме. У нас есть About, у нас есть Careers. И на самом деле у нас не хватало нескольких разделов для того, чтобы сделать этот круг симметричным. И мы сделали очень такую забавную штуку. Мы сделали разделы что-то типа закрытых, которые не будут доступны. Ну вот как в игре уровень, который вы еще не прошли, либо какая-то премиум фича, которую нужно купить. Мы их разместили для того, чтобы сама навигация была симметричной. Тут, конечно, есть и второй момент в том, что сама по себе такая сферическая навигация, она похожа на очень много того, что мы видим в играх на военную тематику. Она похожа на снайперский прицел, она похожа на дуло пулемета, на дуло танка. Поэтому здесь мы сыграли немножко еще в ассоциативный ряд. Внутри мы подаем информацию по-разному. Мы показываем, как происходит разработка этих технологий на каких-то примерах, но с точки зрения разных визуальных шаблонов. Вот у нас, например, есть Science and Technology. Здесь мы рассказываем на примере гаджетов, как может модифицироваться, например, лампа на шлеме солдата. Как это происходит, что здесь важно. Если мы зайдем, например, в раздел Engineering, здесь будет подано немножко все с более такой тезисной точки зрения. Нам очень важно посмотреть на то, как будет реагировать уже теплый лид, либо заинтересованный человек на подачу информации. Какая из информации будет для него важна. Мы будем понимать, что на навигации, на вот этой симметрической, сферическом меню, распределение будет, скорее всего, примерно одинаковым. Потому что мы не выделили элементы, мы всех их привели в одно значение. Они не отличаются друг от друга, здесь нет какой-то иерархии. У нас здесь есть небольшая пасхалка в том, что вот это вот координаты, которые есть в нижнем правом углу, ведут на контакты, но это скорее такой очень неявный элемент. Это то, где мы очень сильно использовали симметрию. Второй кейс – это то, где наоборот мы от симметрии отошли и этот баланс нарушили. Опять же, это… Я не очень сильно дружу с Keynote. Второй пример – это сайт для тоже немножко такой инновационной тематики. Это сайт компании, которая занимается e-спортс. То есть киберспортом у них есть несколько собственных команд, которые играют в основном в гоночные виды игр. И очень важно было здесь человека по эмоциональной шкале подтянуть. Если мы посмотрим на киберспорт, то киберспорт – это сама по себе ниша, которая вытягивает нас из этого баланса, из рутины и очень сильно стимулирует нас всегда. Потому что то, на чем построен бизнес – это подкидывание нам большого количества триггеров, переживаний, эмоций. Это то, на чем строятся, например, апсейлы в киберспорте, как в бизнесе, потому что это сложно назвать чисто спортивной дисциплиной. Когда мы работали над этим сайтом, мы старались специально нарушить этот баланс для того, чтобы у человека было ощущение того, что здесь что-то очень нестандартное, очень хаотичное, для того, чтобы глубина просмотра была больше. Одной из крупных проблем в современном веб-дизайне является то, что количество сайтов увеличивается, и веб-страницы, которые построены по принципу такой равновесности, как у Apple, если не Apple, у них очень высокий баунс рейт. То есть баунс рейт в районе 85-90% – это показатель отказа, где человек находится, например, 20-30 секунд и меньше. Поэтому мы стремились за счет вот этого контролированного хаоса, который мы привнесли сюда, сделать это более интересным. Здесь на проекторе немножко плохо видно, но мы построили навигацию по принципу таких аутлайнов и основного статического меню с контактами. Нашей одной из задач было сделать так, чтобы мы могли находить новых игроков либо инвесторов, которые были бы заинтересованы в этой компании. Поэтому здесь мы можем увидеть асимметрию с точки зрения вообще всей композиции. То есть что это меню у нас скроллится, а это меню у нас, например, застеканное. И с точки зрения какой-то логики на подкорке означает, что, наверное, это важнее. Если дизайнер сделал так, что часть меню с контактами закреплена, что ее должны видеть, то есть что туда должны обращаться. А то, что у нас происходит с основной навигацией, это история, где можно это эксплорить в каком-то произвольном варианте. Очень большой отклик мы получили на тест-группе. Люди очень сильно не понимали, что происходит на этом сайте, как, где, куда переходить, но среднее время нахождения где-то примерно минута 20. Это очень хорошо, потому что за это время человек начинает чуть-чуть привыкать, начинает вникать, разбираться. И за счет того, что человек взаимодействует как-то, не просто смотрит, скроллит, а делает какой-то drag-and-drop, пользуется небольшими контроллерами, он начинает более сильно вникать к этому сайту. Это то, на самом деле, на чем строятся многие тесты, интерактивные решения, о которых мы, кстати, будем видеть все больше и больше в этом году и в следующем. это попытка удержать людей на своем ресурсе, попытка вызвать интерес, потому что информации с сайтов, маркетинга, его становится больше и больше, а количество времени у человека, оно всегда ограничено, потому что в сутки есть 24 часа, какое-то время мы из них спим, кто-то 6, кто-то 12, но мы не можем вытянуть из человека больше внимания, чем он может дать. Мы не можем сделать так, чтобы он пожертвовал 6 часами своего сна. Поэтому заинтересовать его становится все сложнее и сложнее. На самом деле симметрия – это не единственный принцип, который существует в дизайне. Существует еще очень много сторонних моментов композиции, контраста. Очень долго можно говорить про типографику, можно очень долго говорить про колористику. Я очень надеюсь, что такие понятия будут раскладываться на философском уровне, потому что с точки зрения прикладных моментов, как сделать, какие шрифты и цвета использовать, очень сложно понять вот такие фундаментальные принципы искусства. А дизайн, он частично является, ну, уже, наверное, бизнес-дисциплиной, частично все-таки остается искусством, частично его можно причислить к маркетингу. Но без фундаментального понимания таких понятий очень сложно быть хорошим профессионалом в своем деле и понимать, является ли другой человек, с которым вы работаете, с которым вы взаимодействуете, действительно хорош. Я думаю, что это самое основное, что хотелось бы сказать о симметрии. У нас сегодня такой… Я очень рад, что у нас не очень большой формат, когда все устают и начинают умирать в смартфонах. Я бы хотел, чтобы мы поговорили, пообщались, чтобы вы позадавали мне вопросы. Я думаю, что можно non-related к этой тематике, в целом, про работы, про механизмы дизайна. Все, что придет вам в голову. Спасибо.